Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 12 апреля 2023 года исполнилось ровно 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. Драматурга, по сути, создавшего Русский национальный театр. Два века прошло, а пьесы Островского по-прежнему ставятся едва ли не в каждом театре. Собирают аншлаги и получают новое прочтение. Надо сказать, более чем заслуженно. Александр Островский – тот человек, который, несомненно, знал, что ответит на извечный вопрос. Для чего я пришел в этот мир? Он посвятил свою жизнь созданию Русского национального театра. Посвятил ее тому, чтобы у России появилось свое драматическое искусство. Своя драматическая школа. И Александр Николаевич, явив колоссальное упорство, своей цели достиг. Вот у Корнея Чуковского, друзья, есть замечательная фраза. О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работящий. Островский, как известно, очень любил читать вслух свои пьесы. К слову, особо ему давались женские роли. И вообще трудно сказать, какого реального мнения он был о собственном писательстве. Но вот что касается работящих, то тут он, можно сказать, был образцом. Если вы посетите его музей, музей Островского, что сделать необходимо, то увидите его комнату. Стесненную, маленькую, большую часть которой занимает кровать. В общем, спартанские условия и максимальная концентрация на работе. А каков результат? Кстати, Леонардо да Винчи писал, что маленькие комнаты собирают ум, а большие его рассеивают. Островский написал 48 пьес. Это много. Ну, для сравнения, Мольер написал 29 комедий, Шекспир 38 пьес. Тут возникает логичный вопрос, а сколько же пьес создал Чехов? Ведь, пожалуй, наряду с названными, а еще с Ипсеном и Беккетом, великим ирландцем, именно Чехов является главным драматургом в истории. Отвечаю. Чехов написал 17 пьес. Между тем, в мире он известнее, популярнее, чем Островский. Вообще, конечно, современный театр, как и современный кинематограф, в принципе, невозможен без двух Чеховых. Антона Павловича и Михаила Александровича. Второе, к слову, если вдруг кто забыл, являлся племянником первого. Тут можно, конечно, спорить о том, кто масштабнее, кто гениальнее, Островский или Чехов. Но на самом деле есть еще и одно довольно-таки простое объяснение, чего пьесы Антона Павловича в мире ставят чаще, чем пьесы Александра Николаевича. Ну, во-первых, произведения Островского сложнее для перевода, таков язык. Ну, и они, в принципе, скажем так, более русские, глубинно-народно русские. Позвольте, вдруг воскликните вы, воскликните же. Ну, а как же Достоевский? Вот уж кто русский, так русский, а его переводят и восхищаются по всему миру. Ну, а я вам парирую. Ну, а как же Лесков? Много его переводят? Хорошо ли он прочтен и за рубежом, и в России? Вопрос. Просто русскость, особенно для иностранцев, она бывает разная. Вот так, друзья, и с Островским. А между тем, по факту, что сделал этот великий человечище? Он поставил перед собой, повторяю, задачу создать русское драматическое искусство. Можно ли говорить, что он начал делать это с нуля? Нет, так говорить нельзя. Ведь до Островского уже были Борис Годунов, Пушкин, ревизор Гоголя и так далее. Однако, и тут я делаю важнейший акцент, было ли то, что смотрел, понимал и любил бы тот самый народ, те самые массы? А нет, не было, друзья. И вот тут появляется Островский с гениальным «Свои люди сочтемся». Вообще, конечно, Александр Николаевич, я об этом особенно скажу, он был гений названий. Гроза, бесприданница, без вины виноватый, старый друг лучше новых двух. Все великолепно. И, к слову, столь же ловко Островский моделирует имена своих персонажей. Дикой, Карандышев, Паратов. Это еще, кстати, Юрий Олешев восхищался, как блестяще дает своим героям имена Островским. Меж тем, как то принято в России, гения тут же постарались оттеснить, не пустить, а потому «Свои люди сочтемся» не прошла цензуру. И сам Николай I, а да, были времена, когда цари читали книги, запретил постановку. Причем формулировка была такая – «напрасно печатано, играть же запретить». Более того, за Островским точно за каким преступником установили полицейское наблюдение. А он действительно знал, о чем писал. Островский вышел из купеческого замоскворечья, что называется, знал те нравы, их нравы. Но не станем забывать, что в роду Островского было немало священнослужителей. Ну, в частности, отец его был сыном священника, мать, дочерью Пономаря и Просвирна. И вот это сочетание, внимание, сочетание купечества и духовничества, мне видится крайне важным в судьбе и Островского, и русского театра в целом. Потому что между двумя этими полюсами и происходят события его пьес, очень русских пьес. В Евангелии сказано «Ибо не можете служить Богу и Мамоне». Вот, собственно, Островский всякий раз и пытается понять, докопаться, представить, кому все-таки может или уже служит русский человек. Островский как бы проецирует, что бывает, когда ты служишь Мамоне и когда Богу. Вот так бывает, смотрите, говорит он. Однако при этом Александр Николаевич всегда оставляет соломинку, за которую можно ухватиться, чтобы герой все-таки выбрался в вечность. Вот помните, как в грозе, да, когда Катерина топится, бросившись в Волгу, и над ней уже мертвый Кулигин, Кулигин говорит «Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша, она теперь перед судьей, которые милосерднее вас». Это очень христианские строки. Но и сам Островский, он милосерден к своим героям. И вместе с тем, конечно же, он нещадно бичует, высмеивает, осуждает даже, можно так сказать, их мещанство и пошлость. Но что важно, он всегда показывает не только быт, но и изнанку русской жизни. И в этом плане, на мой взгляд, Островский удивительно мистический писатель. Об этом, кстати, почему-то никто не говорит, но он действительно мистический писатель. В данном контексте в нем есть абсолютно все. Имитание прозрения Достоевского, даже, я не знаю, Венедикт Ерофеев с Юрием Мамлеевым по-своему вдохновлены Островским. Потому и пьесы его можно толковать совершенно по-разному. И как следствие, каждый раз мы встречаемся с их все новым и новым прочтением. При этом Островский сам расставляет акцент. В его пьесах нет ничего лишнего. Более того, он как создатель театра расставляет и, чуть ли не в буквальном смысле, расставляет и декорации актеров. Он все знает, он все понимает. И вот тут появляется опасность для режиссера. Если тот ставит пьесу Островского, скажем так, в хрестоматийном варианте, то зритель наверняка уйдет довольным. Потому что Островского испортить невозможно. Но вот если режиссер начинает умничать, привносить свое видение, как я вижу на разных фестивалях, в разных театрах, в том числе и в местных, то возникает что-то нелепое, что-то пошлое, что-то мещанское. Хочется спросить, слушай, умник, ты что, Островского читал или демонстрировал нам свой богатый внутренний мир? Понимаете, Островский, пьеса его, это всегда лакмусовая бумажка, проявляющая пошлость внутри человека, внутри общества, если угодно. С чем бы это сравнить? С калейдоскопом? Да нет, слишком просто. Я бы сравнил, знаете, ну, пофантазирую немножко, от творчества Островского с таким вот шаром, который есть у магов, предсказателей. То есть ты смотришь в него и видишь множество вариантов. Колоссальное, бесконечное пространство вариантов. Вот так и с Островским. Он ведь не просто, понимаете, создал русский театр. Он сделал это детально, предварительно детально, изучив русскую традицию, наследие, историю. Россию русско изучив, от фольклора и литературы добыто. Русское многообразие, перенесенное на театральную сцену. Вот что мы видим, и вот чем мы восхищаемся у Островского. Он действительно подлинно национальный гений, как, например, Гёте у немцев. И, к слову, удивительно слышать, будто пьесы Островского устарели. Что за абсурд это? Вот нам говорят, там, в школе изучают ту же «Грозу», ну, легендарная пьеса, да? Мол, что это такое? Луч света в темном царстве, как еще Добролюбов написал. Кого этим удивишь изменой жены-мужу? Ну, это сплошь и рядом. Но ведь это глупость так размышлять. Ведь в Катерине мы можем увидеть и первую экзистенциалистку, и первую феминистку в русской литературе. Это все понятно, это все банально. Но мы же можем пойти еще дальше. И увидеть в Катерине, в ее истории, совершенно мистический сюжет. Историю женщины, по-своему обуреваемую бесами, инкубами, если угодно, блудницу, старающуюся стать праведницей, но вместе с тем не справляющейся с грехом. И вот в этой Катерине сходятся язычество и христианство, страсть и смирение. Это ее добродетель, которая проходит множество заключений. И так далее, и так далее, и так далее можно расшифровывать. И подобным образом можно интерпретировать каждого персонажа Островского. Еще раз говорю, это бесконечное пространство вариантов. Как такое может устареть? Да нет же. И вот, конечно, главный вопрос. Главный вопрос Островского. Кому ты служишь, русский человек? Богу или мамоне? Этот вопрос, он с каждым годом только актуализируется. И да, мы видим, что бывает, когда служат мамоне. Но практически не встречаем, что бывает, когда служат Богу. Есть еще одно, как по мне, очень и очень важно. Вот тогда Островский понимал, что России необходимо народное искусство. Подлинно русское. И он создал его в театре. Но ведь сейчас этот запрос по-прежнему, как никогда, может быть, еще более актуальный. И в кино, и в литературе, и в театре. Ведь мы постоянно, да и в политике тоже, ведь мы постоянно пережевываем вот это заимствованное, вторичное. А нам необходимо свое, настоящее, народное, русское. Необходимо, как и два века назад. Вот только когда уже, друзья, появится новый Александр Николаевич Островский. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, берегите своих близких и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, мира, любви и терпения. Продолжение следует...